Внешне электромагнитная форсунка, предназначенная для инжекторного двигателя, выглядит таким образом. Чтобы увидеть, что находится внутри форсунки, разрежем ее. И в этом случае мы видим, внутри форсунки идет канал, который будет заполняться бензином. Открывать и закрывать подачу бензина будет запорная игла. А чтобы она плотно садилась на посадочное место, ее будет поджимать пружина. Если мы сейчас подведем трубопровод с бензином, то бензин будет поступать внутрь форсунки. Если мы сейчас поднимем иглу, то из форсунки будет истекать топливо. Если мы иглу опустим вниз, она закроет выходное отверстие. Подача топлива прекращается. А кто же будет поднимать и опускать запорную иглу? Для этого необходимо вспомнить курс школьной физики. Мы из проволоки намотали катушку. К ее концам подвели электрический ток. Или, как говорят, подали напряжение. Вокруг катушки образуется магнитное поле, к которому притягиваются все металлические детали. Если напряжение отключить, катушка размагничивается, все детали упали. А сейчас эту катушку мы поместим внутрь форсунки. И при подаче напряжения катушка намагничивается и притягивает к себе запорную иглу. Бензин начинает истекать из форсунки. Если отключим напряжение, то пружина посадит запорную иглу на посадочное место. Подача топлива прекратится. Небольшое дополнение. Внутри форсунки бензин находится под небольшим давлением. И поэтому, когда игла открывается, распыление происходит вот таким широким зонтом, в мелкораспыленном виде, что способствует хорошему перемешиванию бензина с воздухом. В процессе эксплуатации выходное отверстие в форсунке может забиваться смолистыми соединениями. В этом случае распыление топлива будет происходить вот таким узким зондом. И в этом случае перемешиваться бензин с воздухом будет очень плохо. Это отразится на работе двигателя. В частности, двигатель может неустойчиво работать на холостых оборотах. Снижается мощность двигателя. Могут появляться провалы. Поэтому в процессе эксплуатации необходимо периодически промывать форсунки. Продолжение следует...